Здравствуйте! Сегодня Международный женский день, который в цивилизованных странах отмечают согласно решению ООН с 1975 года, в странах бывшего СССР с 1921 года, кроме государств Прибалтики, которые уже вышли из СССР, так больше и не празднуют. В Китае отмечают с 1922 года, в Испании с 1936 года, в Германии 8 марта является с 2019 года региональным праздником и выходным днём в Берлине. Хотя могли бы, ну хотя бы в честь Клары Цеткин. В России тоже, кстати, отмечают теперь как-то вяло. Раньше молодёжь собиралась как-то на квартире, на свободных день, чтобы без родителей. Выпивали, закусывали, целовались. Если свезёт, то получалась групповушка, если нет, то похмели. А сейчас кого не спрошу, как-то никак. А потом у них рождаемость низкая. А раньше к концу осени сколько было дней рождения? Снова публикую номер карты Сбера. Если у кого не получается есть Теньков, вот ещё ссылка на Юмани. Спасибо всем, кто помогает каналу и не забывает репост. Это тоже очень важно. Теперь кратко. Трасса Таврида-2 через новые регионы России вдоль северного побережья Азовского моря получит категорию IB, то есть обычная дорога с четырьмя и более полосами. На ней можно будет развивать скорость всего до 90 км в час. Длина заторов в Москве уже достигла 259 км. Под Артёмовском захватили первый танк «Леопард» с польским экипажем, пишет журналист Руслан Асташко в своём телеграм-канале. Массовые протесты в Грузии начались 7 марта. Демонстрация началась после принятия парламентом закона о прозрачности иностранного влияния, то есть об иноагентах. В Москве закрывают ГКБ номер 50 имени Спасу-Кукотского. На сегодняшний день в состав больницы входит 15 корпусов общей площадью почти 64 тысячи квадратных метров, общий коечный фонд больницы 814 коек. Ежегодно ГКБ имени Спасу-Кукотского проходит лечение более 50 тысяч пациентов со всей России. Специалисты клиники выполняют более 20 тысяч операций в год. Но оптимизация здравоохранения должна быть вечной и идут увольнения сотрудников учреждений, а также разговоры о строительстве на её месте жилого комплекса. Место привлекательное. Народ приходит в движение. Ну, больница нужна. Звонок другу. Депутату Тимирязевского района Сергею Довгуль. Он коммунист, причём не из КПРФ даже, а из ОКП. То есть оппозиция-оппозиция. Но избирают его люди уже третий раз подряд. Ну, наверное, всё же есть за что, правда? А Довгуль присылает мне переписку со столичным министром здравоохранения Хрипуном, которому я ещё на выпускном в институте физиономию расквасил. Был он у нас секретарём БЛКСМ на факультете. Сейчас мне пока будет трудновато это повторить. Грудину распилили болгаркой. Но когда заживёт, обещают удар сохраниться. Вот пишет депутат министру. А вот ответ министра-депутату. Читаем. Руководителю департамента здравоохранения города Москвы, а и Хрипуну, уважаемый Алексей Иванович, мои избиратели, жители Тимирязевского района, работающие в городской клинической больнице имени Спасокукотского, 50-я больница, расположенные по адресу Вучетича, 21, сообщают, что их увольняют с работы в связи с предстоящим закрытием больницы. В связи с этим прошу сообщить, действительно ли планируют закрыть больницу. Если да, то как будет организовано медицинское обслуживание жителей Тимирязевского района? Куда и на каких условиях будут трудоустроены сотрудники больницы? Как будет использоваться комплекс зданий больницы и земля, на которой располагается комплекс? Ответ прошу направить в Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский и на электронную почту мне. С.Ф. Довголь, депутат. С уважением. Ответ. Депутату Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский и на территории Тимирязевского города Москвы С.Ф. Довголь. Ну, видимо, министр считает, что Довголь Сергей Федорович – это женщина, поэтому не склоняет фамилию. Уважаемый Сергей Федорович, департамент здравоохранения города Москвы рассмотрел ваше обращение на имя руководителя департамента здравоохранения города Москвы АИ Хрипуна по вопросу организации деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы, городская клиническая больница имени Спаса Кукотского департамента здравоохранения города Москвы дали учреждение и сообщает, ГКБ имени Спаса Кукотского в числе первых была перепрофилирована для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и на протяжении почти двух лет являлась моноинфекционной больницей. В настоящее время ГКБ имени Спаса Кукотского функционирует в круглосуточном режиме, продолжает осуществлять госпитализацию лечения пациентов с COVID-19, в том числе оказывая им высоко квалифицированную медицинскую помощь кардиологического, хирургического, урологического и других профилей. Дополнительно сообщаем, что медицинская помощь пациентам организована в полном объеме в других медицинских организациях города Москвы. В настоящее время специализированная медицинская помощь населению города Москвы оказывается более чем в 60 медицинских организациях, более 30 из которых являются многопрофильными больничными комплексами. Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Хавкина. Всё. Ну и скажите, это не издевательство? Причём не над депутатом даже, а над его избирателями. Он ведь не для себя больничку-то готовит. Вот который час? Спасибо, я уже пообедал. Постепенно проясняется история со взрывами газопроводов. Или запутывается. Немецкие следственные органы, по-видимому, добились прорыва в раскрытии нападения на газопроводы Северный поток 1 и 2. После совместных исследований столичной студии АРД, политического журнала АРД «Контраст», СВР и ЦАЙТ удалось во многом реконструировать, как и когда готовился взрыв в ходе расследования. Соответственно, следы ведут в сторону Украины. Однако, никаких доказательств того, кто заказал уничтожение, следователи пока не нашли. В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырёх ниток газопровода Северный поток 1 и 2 по дну Балтийского моря были разрушены взрывами. В частности, по информации столичной студии АРД «Контраст», СВР и ЦАЙТ, следователям удалось идентифицировать лодку, которая якобы использовалась для секретной операции. Говорят, что это яхта, арендованная у компании, базирующаяся в Польше, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. По версии следствия, секретную операцию в море проводила группа из шести человек. Говорят, что это было пятеро мужчин и одна женщина, соответственно, группа состояла из капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили её там. По версии следствия, командование вышло из Ростока 6 сентября 2022 года. Утверждается, что оборудование для секретной операции ранее было доставлено в порт на грузовике. Согласно исследованию, следователям впоследствии удалось снова найти лодку на следующий день в Вике, а затем на датском острове Кристиансё к северо-востоку от Барнхольма. Затем яхта была возвращена владельцу в неочищенном состоянии. По данным следствия, на столе в салоне следователя обнаружили следы взрывчатки. По информации столичной студии АРД, Констрасты, СВР и ЦАЙД, западные спецслужбы якобы осенью, то есть вскоре после уничтожения, направили европейским партнёрским службам на водку, согласно которой за теракт несёт ответственность украинский спецназовец. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку материалам в Нью-Йорк Таймс и ЦАЙД. Он назвал их «скоординированным вбросом в СМИ». Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что конфликт на Украине продлится ещё долго. Такое мнение он высказал во вторник вечером во время встречи с согражданами в Котбусе от федеральной земля Бранденбурга. Цитата. «Нам приходится опасаться того, что это продлится долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», отметил канцлер. Шольц в этой связи подчеркнул, что с его точки зрения необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов. То есть надо побольше оружия и боеприпасов, и тогда военные действия закончатся. Просто ещё мало произвели. Финляндия, закрыв границу с Россией, создала старые проблемы для жителей Востока страны, как отмечает автор материала портала «Илли». После обретения Финляндии независимости в 1918 году все связи с Россией оборвались, что тогда понравилось не всем, как не нравится и сейчас. Сегодня двусторонние отношения, которые выстраивались десятилетиями, рухнули из-за закрытия границы. Когда торговля Финляндии и России сошла на нет, жизнь в приграничных регионах Финляндии затихла, говорится в статье. В 1918 году жители тогдашних приграничных районов протестовали против закрытия границы между странами, потому что это мешало их деловой жизни и свободе передвижения. Как отметила профессор истории Университета Восточной Финляндии Мария Ляксен-Мяки, закрытие границ всегда имеет печальные последствия для местных жителей. При этом рассказы профессора о том, что происходило на восточной границе Финляндии сто лет назад, очень напоминают нынешние события. Пишет Илли.